Привет всем! Меня зовут Владимир Ефимов, мы с вами на канале FamilyEase. Сегодня мы с вами поговорим на тему, которая касается пищевых отравлений, также инфекции, которые могут вызвать подобную симптоматику. Сегодня у нас в гостях мама Таня. Добрый день, Татьяна! Здравствуйте! Сегодня мы с ней вместе постараемся разобрать эту тему и довести её до вас. У меня ребёнку 9 лет, у меня сын, и у нас есть такая проблема. Очень часто ребёнок может съесть немытые фрукты или не всегда руки может перед обедом помыть. И потом вечером у нас бывает, что у него тошнота, у него расстройство желудочно-кишечного тракта, то есть у него дискомфорт в животе, он жалуется на такие симптомы. Я очень боюсь, чтобы не пропустить ничего, чтобы не затянулось и не пошла интоксикация по всему организму. Как мне правильно показать необходимую помощь? Ну, первое, что вы должны с самого начала сделать, это всё-таки поговорить с вашим ребёнком. С 9-летним мальчиком можно разобраться, и он может ответить, что он сегодня ел. Кто-то его, может быть, чем-то угощал. Пусть даже это была просто самая обычная вода, она могла стоять несколько дней, а в тёплый период времени, то есть она через несколько дней портится. Даже вода? Даже обычная вода. Хорошо, кроме тех симптомов, которые вы перечислили, вы проверяли температуру тела вашего ребёнка? Была ли она у него? Нет, нет, температуры у него не было, рвоты тоже не было, но иногда бывает послабленный стол. Смотрите, если у вас 9-летний ребёнок, то, значит, скорее всего, если была какая-то закономерность у ребёнка с приёмом пищи, допустим, и вышеперечисленными симптомами, там, тошнотами, возможно, рвотой, допустим, или послабление стула, то есть вы должны отдифференцировать это с другими периодами года, то есть когда вы не находитесь на даче. То есть, возможно, у ребёнка есть какие-то органические заболевания со стороны желудочного и кишечного тракта. Печень, допустим, поджелудочная, железа, возможно, неправильно работает, то есть не соответствует ферментативной системе и употребляемой пищей. Возможно, непереносимость каких-то продуктов, то есть исключить, скажем так, заболевание, которое возможно, или нарушение функций пищеварительных органов у ребёнка. Если же всё-таки речь сводится к возможному отравлению, на что вы должны обратить внимание, скажем так, если у ребёнка появились подобные жалобы? Обязательно посмотрите на температуру. Какой уровень температуры? Потому что если, допустим, 37,1-37,2, это, возможно, может указывать на интоксикацию при обычном отравлении. Если эта температура, возможно, ближе к 38 или выше, это может говорить о том, что у ребёнка, возможно, инфекционное происхождение данной симптоматики. Если это, допустим, энтеровирусная или ротовирусная инфекция, то они будут давать гораздо выше симптоматику, а симптомы будут те же самые. Таня, скажите, пожалуйста, а вот когда у ребёнка приходит у вас такой симптоматика, каковы ваши первые действия, вот как мамы, скажем так, пока вы не получили консультации врача? Я обычно даю энтеросгель. Нам очень удобно. Он в пасте и в геле, и я просто растворяю водички, даю им энтеросгель, и очень хорошо. Но я не знаю, правильно ли я делаю. Благодаря своей пористой структуре сорбент может взять на себя достаточно большое количество продуктов распада и жизнедеятельности патогенных бактерий. Он берёт на себя все те токсины, которые являются для человека токсическими, и выводятся из организма. Период его действия может достигать порядка 7-8 часов. Поэтому здесь обязательно, чтобы вы не нарушали кратность введения ребёнка сорбента. Потому что, учитывая его период действия, вы не должны, даже если симптомы уходят, вы всё равно должны его продолжать давать, потому что это может быть так называемое немое благополучие, и чтобы симптомы не вернулись обратно. А скажите, пожалуйста, а здоровую микрофлору не нарушает сорбент? Нет, здоровую микрофлору сорбенты не нарушают, потому что они по своей структуре работают только с продуктами распада, с токсинами, то есть с токсическими веществами. Вообще-то, чтобы вам более структурно понимать, какую помощь вы должны оказывать ребёнку при данной ситуации, это убедиться в том, что у ребёнка не ярко выраженная тошнота, и что ребёнок не сможет вам вернуть эти лекарства обратно, поэтому... То есть не вырвет? Безусловно. Поэтому первый принцип – это не давать больших объёмов, потому что при отравлении сокращение желудочно-кишечного тракта идёт замедлено. И, возможно, так называемая рота. То есть если я ему даю пить, то маленькими глоточками, да? Безусловно. Вы должны давать маленькими глотками, небольшими порциями и делать между ними интервалы, потому что эвакуация из желудка дальше по кишечнику несколько замедленная. Если в норме это 40-50 минут, то у него может быть больше часа. Поэтому, допустим, вы должны давать небольшими порциями. Если вы дали одно лекарство, сделайте перерыв между дачей первого и второго лекарства, если вы ещё попутно что-то будете давать. Ребёнку должен быть абсолютный покой. Максимально исключить ему тяжёлое питание, то есть исключить мясные продукты, молочные продукты, все любого происхождения. Постараться как можно дольше продержать ребёнка на голоде. Обязательно. Потому что в данной ситуации ребёнок кушать абсолютно не хочет, ему дискомфортно. Постараться ребёнку потихонечку, небольшими порциями давать любую жидкость. Пусть это будет, возможно, просто обычная водичка. Это будет, возможно, узвар не сладкий. Скажите, а вот я отвар шиповника или отвар ломашки даю, я правильно делаю? Любая жидкость, если она не агрессивная, то есть это ненасыщенный компот, ненасыщенный узвар, будет всё равно ребёнку полезно. Отвар шиповника я бы вам не советовал. Почему? Потому что оно всё-таки является желчегонным средством. И если пойдёт какая-то порция желчи, скажем так, сверх того, что сейчас на данный момент нужно ребёнку, вы можете сделать только хуже ребёнку. Обязательно обращайте внимание, нет ли посторонних запахов от ребёнка. Потому что зачастую пищевые отравления влекут за собой поднятие ацетона в крови у ребёнка. Это может быть появлением неприятного запаха изо рта. Если у вас дома есть тест-полоски, вы можете проверить дома, допустим, провести тест на ацетон. Это все знают, и это легко доступно сейчас. Почему? Потому что поднятие ацетона влечёт усугубление интоксикации ребёнка. Во время появления первых симптомов смотрите за динамикой состояния ребёнка. Если вы видите, что ситуация прогрессивно ухудшается, и ребёнку становится всё хуже и хуже, ребёнок становится более вялым, он начинает засыпать, допустим, он спит дольше, чем обычно, не затягивайте к собращению к врачу. Спасибо вам, доктор, за информацию. Она была, правда, для меня очень полезной. Я надеюсь, что изложенная мною сегодня информация вам будет очень полезной. Я желаю здоровья вам и вашим детям. До новых встреч. С вами был я, Владимир Ефимов, и вы были на канале FamilyEase. С вами был я, Владимир Ефимов.